Добрый вечер. Пока сейчас Надя помогает запустить презентацию. Хотел бы немного скорректировать то, что Степан говорил. Я все же больше постараюсь вам дать сначала базовую информацию о таком явлении вокруг криптовалютных технологий, как сети второго слоя. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, что такое сети второго слоя. Биткоин в биткоине lighting network. Все слышали? Поднимите руку. Второй. Layer 2. Ага. Биткоин lighting. Поднимите руку. Raiden 0x. Ага, уже поменьше, да? Ну, значит, постараемся подетальнее, но не слишком долго. Хорошо, тогда пока немножко про себя. Я занимаюсь исследовательской разработкой с криптовалютными технологиями, связанной с 2012 года. Спасибо. С 2015 года основная моя работа была посвящена исследованиям возможностей эфириума именно как децентрализованного компьютера. То есть я в принципе не отношусь к эфириуму никак по-другому, как первому появившемуся на нашей планете мировому компьютеру. Потому что он децентрализован, потому что нет точки отказа. И в принципе мы не можем себе представить с вами ситуацию, что после середины 2015 года, когда запустился эфириум, что он когда-нибудь будет выключен. Поэтому такой вот ореол мирового компьютера, вокруг и первого мирового компьютера у меня в голове как витал, так и витает. И соответственно я очень глубоко стараюсь уделять свое время проектированию решений на эфириуме. А с 2017 года большая часть моей работы была посвящена построению для нашего проекта сети второго слоя поверх эфириума. И сейчас я постараюсь вам объяснить, почему мы этим занялись через призму собственного опыта, но для начала немножко общего. Сначала мы с вами пройдемся и постараемся ввести терминологию хоть какую-то о том, что такое сети второго слоя. После этого посмотрим пару примеров этих сетей и немножечко взглянем внутрь токеномики. И дальше я вам расскажу про личный опыт, посвященный архитектуре решения в течение последних двух лет. Итак, сети второго слоя. Если вы начнете гуглить, то первое, что вы найдете, на русском, конечно, если вы ведете сеть второго слоя, вы вряд ли вообще что найдете. Но если вы ведете layer 2, L2 реже встречается, обычно вот так вот пишется, то добавите слово там блокчейн, потому что layer 2 с точки зрения коммуникации, еще с точки зрения интернет протоколов имеет очень популярное значение, то вы в основном будете натыкаться на lighting network. И вот здесь уже сразу же я бы хотел бы ввести некоторую дополнительную для вас точку опоры, чтобы вы не углублялись, когда будете слышать понятие сеть второго слоя, что это только решения подобные lighting network, и которые посвящены повышению пропускной способности. То есть когда вы встречаете понятие lighting network, то первое, что вы практически везде увидите, будет написано это решение проблемы масштабирования биткоин сети. И сразу же возникает якорь. Если что-то поверх биткоина или эфириума, как биткоин lighting network, эфириум raider network, что если получается, что кто-то строит поверх биткоина или эфириума, то значит он решает проблему пропускной способности. Это не так, потому что если вы посмотрите на проекты, которые можно отнести к сетям второго слоя, то они решают довольно не имеющие характерных границ набор задач. Но вместе все они сводятся к одному в принципе общей сути, как они расширяют базовые возможности протокола. Расширяют эти базовые возможности протокола, потому что либо та вещь, которая реализуется в сети второго слоя, нужна не всем пользователям базового протокола, а значит внести такое изменение в базовый протокол, становится очень сложным и проблематичным. То есть реализовать хардфорк в биткоин сети или эфириуме ради тысячи пользователей довольно-таки сложно. Но при этом какой-то группе пользователей может быть полезна какая-то дополнительная функция, которая может быть совместима с биткоин или эфириум блокчейном, но при этом она может быть вынесена в оффчейн часть и может соответственно существовать отдельно. Вот давайте посмотрим с вами на несколько примеров. И здесь я вот привел как раз классификацию, которую вы тоже можете натолкнуться в результатах выдачи поисковика. Ребята из MIT постарались классифицировать типы сетей второго слоя. И вот здесь я их выписал по их определению. Это стейчановы, как раз Lighting Network и Raiden Network. Это сайдчейны, блокстрим. Поднимите руку, кто слышал об этом проекте. Хорошо, это, кстати, проект Дедушка. Он еще появился до эфириума и как-то он развивается и, наверное, все-таки еще держит какую-то позицию лидирующего в направлении сайдчейнов. Ну и есть два проекта очень известных о Мизгол и Плазма, о которых тоже многие из вас слышали. Это направленное все-таки тоже на решение пропускной способности, но уже с применением дочерних чейнов или, так скажем, чейнов, которые используют как якорь основной чейн эфириума. Есть такой тип сетей второго слоя, как оффчейн вычисления. Я думаю, что на волне где-то 16-17 года много было проектов посвященных, туманные вычисления. Дедушка тоже уже голем из проектов на эфириуме. Один из, кстати, новых проектов, о котором мы с Костей в личных беседах неоднократно обсуждали. Косте он очень нравится, а я пока не до конца с ним разбирался. Но вот трубит, советую, кто хочет. Ну, активно он не так долго за ним наблюдал. Есть бридж. Я думаю, что вы о мостах тоже слышали. Игорь Баринов делал один из первых, кто пытался построить мост и построил его между сетями. И вот пятым пунктом я, в принципе, начал ломать ту классификацию, которую давалось в статье от ребят из MIT, выделив туда проект 0x и добавив наш проект арбономики. И в итоге, когда начинаешь пытаться уже классифицировать, давая какие-то определения категорий сетей второго слоя, начинается, дальше немножечко шестеренки не сходится. В принципе, как я говорю, что сети второго слоя лучше все-таки, мне кажется, пока что не сильно классифицировать, то есть не вводить вот такую явную категоризацию, что вот это решение только посвящено стоичановым, это посвящено сюда и больше ничего. Потому что мы только в самом начале, в принципе, появления таких сетей второго слоя. И, возможно, их вариаций будет многократно больше. И классификация, и попытки смотреть через классификацию будут вам больше мешать понять проект, чем нежели его разобраться. Но что еще раз вы должны понимать о сетях второго слоя, что каждая из этих сетей занимается расширением возможностей базовой сети, как биткоин и эфириум, при этом не допуская хардфорка в сети. То есть она старается быть более дружелюбной к пользователю под его конкретные задачи, но при этом берет на себя эту дополнительную работу, выстраиваясь поверх. И поэтому я на себя взял смелость просто перечеркнуть это разделение категорий и больше отношусь сам к каждому из них как к набору хэштегов. Вот если вы даже вот эти проекты, подкрываете их сайты, то вы очень часто встретите, например, что они построят пир-то-пир коммуникацию. То есть если мы посмотрим Lighting, то это открытие платежного канала между двумя участниками, в процессе коммуникации, между которыми майнер биткоина не участвует. То есть по факту получается, что взаимодействие двух сторон происходит напрямую чистым пир-то-пир взаимодействием и в какой-то момент фиксируется в базовой сети. Второй хэштег, который здесь я выделяю, это так называемый триггер из чейна или обратно в чейн. И вот здесь вот пример с 0x и с арбономикой. 0x решает задачу децентрализованных бирж. Помните, наверное, первые DEX, которые были на умном контракте созданы? В чем их основную проблему, которую мы сразу же все заметили? Что каждый ASK и бит в сети, которые не являются экономически значимой еще информацией, являются только намерением найти вторую сторону, которая с тобой будет согласована, они все равно тратят деньги. То есть ты публикуешь свое предложение о покупке или продаже, но ты не знаешь еще, произойдет сделка или нет, но затраты уже произошли. И в этот момент становится очень логичным, что если есть у нас криптография, если мы можем, например, найти провайдеров, которые начнут собирать на себе все запросы на покупку и продажи и проводить между ними поиск согласующихся, что когда найдено согласующийся спрос и предложение, в этот момент это является триггером для того, чтобы поселить транзакцию и произвести сделку. Становится ведь проще, логичнее и экономически эффективнее. И в этот момент появляется как раз второй слой, который приносит пользу трейдерам и реализует задачу DEX в более вроде как удобной форме. В нашем случае у нас обратная ситуация. Мы используем децентрализованный компьютер эфиром для того, чтобы запускать некоторую робототехническую систему по сигналу от децентрализованного компьютера. Ну и с ораклами такая же схема тоже применима, что если вы хотите, например, попросить какого-то оракла собрать данные, это, конечно, оффчейн идет процесс, но триггером может являться блокчейн для того, чтобы он запускал свою операцию. Ну и вот еще два таких хэштега, оффчейн и сайдчейн, которые добавляют. То есть еще раз, классификация это хорошо, чтобы хотя бы понимать примерно, в каком направлении движется, но, пожалуйста, не останавливайтесь на этом списке, не пытайтесь введенный вами проект с надписью Layer 2 сразу же классифицировать какого-то набора. Лучше просто к нему добавьте каких-нибудь хэштегов у себя в голове, и картина, скорее всего, будет поинтереснее и покрасивее. Теперь давайте посмотрим на токеномику сетей второго слоя. Вообще, мне кажется, это одна из довольно удивительных областей для архитекторов, проектировщиков решений на блокчейне, потому что с первого взгляда встает вопрос, ну какая может быть токеномика у того, кто находится выше токеномики. То есть токеномика вроде бы должна быть внутри чейна, как же она может быть где-то вынесена наверх. И по факту пока что мы видим, что либо она действительности отсутствует, то есть мотивация и стимулы строить сети второго слоя зачастую, они скрыты или являются побочными. То есть, например, кто-то хочет начать проводить микроплатежи в биткоине, поэтому он открывает свой стейчанал между несколькими участниками этого процесса. Прямой мотивации держать свой канал связи у него нет. То есть его не вознаграждает сеть за это, в отличие от биткоина или эфириума. Но у него есть какой-то скрытый мотив или у него есть какой-то интерес, чтобы содержать этот открытый платежный канал. Второй тип токеномики, который вырисовывается, это когда мы видим дочерние чейны, а в дочернем чейне есть консенсус, а консенсус надо поддерживать, поэтому для мотивации и поддержания очень логично мультиплицируется схема на дочерний чейн, и там появляется какая-то схема токеномики, которая поддерживает дочернюю сеть. Но там тоже есть огромная область для исследования, потому что, например, встают вопросы, почему пользователи будут, точнее провайдеры будут оставаться провайдерами конкретного одного дочернего чейна, они будут плодить множество-множество своих маленьких чейнов при каждом, я не знаю, там утреннем побуждении, что я хочу уйти из этой грустной тусовки, которая сейчас образовалась тут. И последнее это, когда вы создаете второй слой для того, чтобы получать комиссию. Возвращаясь к примеру с 0x, 0x увидели, что у дексов существует проблема, они знают, как ее решить off-chain, они видят, что off-chain провайдеры выполняют дополнительную работу, то есть хранят все запросы, то есть ордербук на покупку и продажу токенов, и проводят постоянный поиск сходящихся. Плюс у них при этом возникают затраты на газ. И значит все это необходимо каким-то образом оплачивать. Значит логично, можно брать это комиссией. И вот проект выпустил на количество лимитированных токенов, и провайдеры начинают их оплачивать, с помощью них оплачивать услуги провайдеров сети 0x. Но вот здесь вот мои личные наблюдения показывают, что пока что в большинстве проектов с вторым слоем довольно слабая мотивация оставаться вместе у провайдеров возникает. И как этот пример, возвращаясь к тому же самому 0x, я долго, ну как не то, что долго ждал, с изучения данного проекта, потому что он близок к тому, с чего начинал я проектировать арбономику, с точки зрения сети, построения сети провайдеров. Я ждал, когда же первый крупный провайдер 0x начнет отделяться от использования внутреннего токена. Почему? Ну вот представьте, есть протокол открытый, в нем комиссионные платежи идут в каком-то токене. Ты проводишь через себя большой кусок транзакций и берешь комиссию. Что тебе мешает в этот момент просто заменить этот токен на свой и начать принимать комиссию в том, что тебе ближе. И такие ситуации начинают возникать. Почему? Потому что модель поддержания сети оказывается исключительно комиссионной. И здесь маленький, возможно, офф-топ, но он очень важный. Обратите еще раз внимание на разделение мотивации майнеров в биткоине между эмиссией и комиссией сети. Почему майнеры с самого начала в существовании биткоина не изменяли протокол коммуникации? Я не буду говорить о том, что там несогласие просто, но базовая мысль заключается в том, что поддерживать не в неизменном виде протокол их мотивировала всегда эмиссия, выплачиваемая сетью. Если бы не было бы в биткоине эмиссии, то уже на второй год существования биткоин-сети возникла бы ситуация, что какие-нибудь из провайдеров начали говорить, что мне недостаточно комиссионных, которые я получаю. Я буду теперь не в соответствии с протоколом соблюдать время генерации блока, а буду ждать, пока наберется нужное количество комиссионных, чтобы покрыть мои издержки. Эмиссия в биткоине и в эфириуме это как карусель, которая 24 часа в сутки крутится вне зависимости от того, катаются на ней или нет. А комиссия ваша это билетик, на основании которого, в зависимости от того, сколько вы заплатили, вас просто ставят в очередь на этот 24 часа в сутки работающий аттракцион. Соответственно, возникает ситуация, что разделение мотивации у провайдеров между эмиссией и комиссией должно происходить с пониманием, что эмиссия позволяет сохранять целостность сети и соблюдать правила, быть замотивированным в работе именно внутри с определенным количеством участников, а комиссия является мотивацией принять транзакцию от конкретного пользователя, чтобы провести его конкретное вычисление. Соответственно, с вот такими размышлениями я и подходил к проектированию рыбономики и хочу вам показать несколько интересных элементов того, как мы построили сейчас сеть независимых провайдеров поверх эфириума. Для базиса, что из себя представляет рыбономика? Сейчас мы много слышим об интернете вещей, о том, что у нас большое количество устройств, начинаем мы подключать к облакам. Устройство становится сложнее, это уже вопрос не существования 10 датчиков на конкретном предприятии, а это существование сенсорных сетей на предприятии, это существование сенсорных сетей в городах, это существование умных автономных фабрик, это беспилотная логистика и много других сложно технических и комплексных историй. Так и вот наша базовая идея заключалась еще в 15-м году с первых экспериментов, это что децентрализованный компьютер, который обладает наибольшей отказоустойчивостью по сравнению с любым облаком, которое вам может быть предоставлено на сегодняшний день, идеальный способ, чтобы запускать робота на исполнение задачи, то есть быть триггером для того, чтобы робот начинал исполнять определенную работу. В своем проекте мы используем со стороны робототехнических устройств ROS, это открытый фреймворк для робототехники, он уже существует порядка 10 лет, и на нем очень большое количество вариантов робототехники, которые уже можно просто из коробки, практически из пакетов собрать и запустить. Мы используем связку IPFS и эфириума, чтобы в IPFS хранить программу, которая должна исполняться на роботе по запросу пользователя, и куда мы складируем логи. И хешируем эти журналы операции уже в эфириум, чтобы там только хранить хэш от этих данных. Это общая схема работы робономики, я к ней в самом конце вернусь, а сейчас по элементам пройдусь. Так вот смотрите, представьте, что у нас встала задача, в которой мы говорим, что мы хотим запускать на исполнение программы пользователя, которая хранится в IPFS, робота, которого подключил инженер под управление эфиром. Вот он его взял, подключил, сказал, слушай эфир, слушай сигналы оттуда на исполнение, и соответственно все, и он забыл, он не контролирует ни облак, ничего больше. Встает вопрос о том, что мы поняли, что нам необходимо обмениваться информацией так же оффчейн, как в 0x, о предложениях пользователя, о запросах пользователя исполнения программы и возможности исполнять эту программу со стороны робота. Банально пользователь отправляет данные, куда должен долететь дрон, а до того момента, пока программа начнет исполнять, она в ответ скорректированное предложение по цене присылает, просто посчитав, сколько километраж, и для этого использовать чейн довольно проблематично. Представьте себе связку. Пользователь отправляет, соответственно, запрос, что ему нужно долететь до такой-то точки, доставить груз, это протоколируется в чейн, после этого со стороны робот ловит сообщение для себя о том, что ему необходимо теперь посчитать, сколько это будет стоить, и он кладет в транзакции информацию о том, сколько тебе это будет стоить, и после этого пользователь опять отправляет уже платеж, который необходим, и только после этого робот начинает запускаться. Как я показывал пример с 0x, эти вещи можно вытащить вовне. Нельзя вытащить только одну операцию, что когда уже согласованное по цене и хэшу программы, которую хочет пользователь, и которую может исполнить с другой стороны робот, что вот этот триггер на запуск, с уже поступившим платежом, он не может быть оффчейн. А вот вся информация до этого может, значит появляется необходимость дополнительной работы. Вторая вещь, которая возникает очень интересная, и она не так сильно популярна, но ведь по правде говоря, вы даже сейчас можете с подходом сетей второго уровня избавить пользователей вашего децентрализованного приложения от необходимости платить газ при, соответственно, работе. То есть пользователь может исключительно подписать своим ключом сообщение, отправить это провайдерам, и провайдер уже поселит эту транзакцию, заплатит газ. То есть можно делать таким образом, что пользователь с телефона может, подписав своим ключом сообщение в сеть второго слоя не тратить эфир на газ. Там есть один момент, что ему единственное нужно предварительно сделать аппрув. Но это, как и кто используется ZRX, и DEX, и RADAR, и прочее, это один раз ты делаешь аппрув, там в RAP и TEST, например, делаешь аппрув, и все, после этого ты начинаешь пользоваться этим сервисом. Вот, и получается у нас возникла ситуация, при которой у нас был набор работы, которую желательно было вынести из чейна. Второе, мы хотели избавить пользователя от необходимости в процессе его работы постоянно отправлять транзакции и тратить на это, соответственно, эфир. И отсюда появляется сеть второго слоя. И отсюда возникает несколько интересных особенностей. Первое. Ну вот если в ZRX сделано так, что там есть рилейер, и ты, когда заходишь на marketplace ZRX, то ты выбираешь конкретный DEX, и у этого конкретный DEX, он один провайдер своей биржи. И все сообщения он у себя собирает и обрабатывает. Мы от этого отказались. Мы подумали, что интересно было бы хотя бы по эксперименту подумать, а как можно не заставлять тебя привязывать к конкретному объекту. И естественно, что в этот момент возникает, что если есть сеть второго слоя, в которой есть провайдеры, которые ловят сообщения, в тот момент, когда они состыковываются, одновременно может получиться ситуация, что несколько провайдеров второго слоя начнут отправлять транзакцию в эфировский чейн. Она, естественно, пройдет от кого-то из них, и задача как бы сети, она выполнена, то есть робот запустится, но если пять человек отправили, только один в итоге эту транзакцию приведет корректно, остальные получат соответственно out of gas, получат другие проблемы, то есть они потратят газ впустую, выполнят еще раз ту работу, которую не надо было делать. По этой причине мы придумали такой тип умного контракта, как маяк. Итак, здесь не путайте с биком, маячками в эфириум 2.0 и маяком, который мы сделали. О чем мы подумали? Что можно самым простым способом сделать, что провайдеры, вместо того, чтобы быть одним провайдером, они могут группироваться на множестве умных контрактов, то есть не один маяк для всей сети второго слоя, а можно создавать неограниченное количество маяков, но вместе его обслуживать по очереди. То есть создается умный контракт 1, 2, 3. У каждого из них есть свой канал обмена сообщениями через IPFS, PubSub. И вот на этом канале IPFS, PubSub может обслуживать один умный контракт. А на этом умном контракте все пользователи выстраиваются в очередь в зависимости от стейка. То есть ты стейкаешь токены, эти токены дают тебе квоту для того, чтобы в свою очередь проводить транзакции. И умный контракт контролирует то, чтобы человек, ничья очередь сейчас, чтобы он не смог, соответственно, провести транзакцию. Почитайте, кто может читать солидите, почитайте, как устроен этот контракт. В принципе, я думаю, вам будет интересно. Это что касается стейкинга. Вторая вещь, которая мне лично очень нравится с точки зрения исследования, я буду стараться в принципе предлагать ее для, как стандарт в эфириуме, это механизм эмиссии взамен на затраченные вычисления. Ну вот еще раз представьте себе ситуацию. Мировой компьютер, он общий. У него общая пропускная способность на всех его пользователей. Пользователи по факту группируются по типу сервисов, которые нужны, то есть проектов, которые живут в этом компьютере. Каждый проект это по факту программа, которая сжирает какое-то количество ограниченного ресурса в блок. То есть есть у нас 8 миллионов газа, у нас есть там 4-5 основных проектов, которые используют эфир, и они конкурируют постоянно за ту пропускную способность, которую дает эфир. Все мы сталкивались в момент ICO с тем, что эфир начинал требовать от вас 40 гигавей за единицу газа. И транзакция становилась, ой, какая дорогая. И вот мы увидели такую возможность, как при создании каждой задачи на запуск робота мы можем использовать механизм такой, как мы называем его фабрика контрактов. Не только мы его так называем, сейчас его и в Open Zeppelin так называть начали, в эфириуме контракт может создавать контракт. То есть вы можете взять определенный шаблон контракта, упаковать внутрь другого контракта, и при вызове фабрики будут генерироваться идентичные ему контракты. Самый простой пример этого процесса, например, много проектов делали фабрики ERC20 токенов. Но как они их делали? Они делали backend сервер, на котором, когда приходит запрос от пользователя, просто деплоился контракт. Так вот, можно просто добавить код ERC20 контракта в фабрику и одной транзакцией без backend, за которым надо следить, и которым надо следить, чтобы код контракта был не изменен, будут генерироваться вам ваши контракты. И когда у тебя есть такая фабрика контрактов, которая по своей сути отражает запрос на выполнение программы, на запуск, в нашем случае робота, то есть обращается провайдер к фабрике, для чего? Для того, чтобы создать новую задачу на работу роботов, в которой указана программа и стоимость. И это делает по факту автономный процесс, умный контракт. И никто уже, значит, его изменить не может. И никакого влияния пользователя или разработчиков на него нет. А отсюда возникает такая возможность, как передать механизм эмиссии токена этой фабрики контрактов. Можно начать вычислять, какое количество газа затрачивается на то вычисление, которое провайдер проводит, и эмиссировать ему, как мы делаем, внутренний токен. Получается, что ваша сеть второго слоя начинает поощрять своих провайдеров за то, что они проводят транзакции в сеть, забирая, так скажем, пропускную способность в децентрализованном компьютере, и не только вознаграждает комиссии пользователей, но сеть самостоятельно эмиссирует новые токены на адрес, соответственно, провайдера. Тем самым у тебя появляется стимул оставаться внутри данной провайдерской сети, потому что всегда комиссионным от пользователя ты еще получаешь дополнительным триггером эмиссию от самой сети. Это отражено, вам нужно посмотреть контракт Factory Soul. И вот здесь есть вот такая вот строчка интересная. Это когда, соответственно, выполненная работа, когда выполняется работа провайдером, вычисляется весь газ, который потрачен, и вот эмиссируется наш токен, соответственно, контрактом. Тем самым получается, никакого влияния на эмиссию ни пользователей, ни разработчиков, это полностью автономный процесс получающийся, и он привязан к вычислениям, которые затратил провайдер сети. И вот вам пример того, как это сейчас работает. Посмотрите, причем эти транзакции в Ezerscan мне отдельно нравятся. Я думаю, редко вы такие встретите транзакции. Это с Ezerscan сейчас сеть уже запущена, она работает в майонете. И посмотрите, как выглядят вот это вот сверху транзакции просто на перевод токенов арбономики, где от одного адреса к другому, видите, переходит там 300 или 500. А вот здесь вот посмотрите, какой адрес фигурирует. Фигурирует. Много транзакций видели от нулевых адресов в Ezerscan. И смотрите, и вот то количество. То есть вы видите транзакцию на эмиссию токенов, которую породил умный контракт за потраченные вычисления на основании затраченного газа провайдерами. И вот пример в деталях этой транзакции. Вот она внутрь идет, да, вот он переведен от адреса. Ну, на адрес контракта там долго объяснять. Лучше почитайте. Ну вот как-то так это выглядит. Есть одна задачка для вас интересная. Мы сейчас стоим на этапе, когда мы развиваем робономику поверх не только эфириума. Мы выбрали сейчас вторую сеть. Это Polkadot. Мы уже около года с ней работаем. И моя сейчас задача сводится к тому, чтобы спроектировать токеномику сети второго слоя, которая под капотом имеет два чейна. То есть если мы со стороны робототехников им позволяем не выходить из привычного им фреймворка для программирования роботов, мы хотим добавить для них возможность опции выбирать, каким чейном пользоваться, эфировским или Polkadot. А возникает ситуация, эмиссия основана сейчас у нас на утилизации газа в эфириуме. У Polkadot, соответственно, она может проектироваться, как мы ее сделаем. То есть можно по разным вариациям. И вообще, в принципе, для любого, наверное, кто хочет проектировать свою архитектуру в сети, задачка интересная должна быть, когда у вас есть два эмиссионных центра в двух сетях, их экономика должна быть общей. Вот кто захочет на эту тему порассуждать, у кого появятся идеи, у меня есть свои решения, но я буду с удовольствием участвовать в обсуждении. Пишите мне вот на почту. И, соответственно, я вам… вместе пообщаемся, обсудим, как это может быть. Итого, за одну минуту в конце. Сети второго слоя. Это возможность расширить возможности базового протокола коммуникации биткоина или эфириума без применения хардфорков. В тех случаях, когда есть группа пользователей, которым может быть полезна какая-то фича, но ради этой фичи весь протокол коммуникации никто не будет менять. Сети второго слоя позволяют вам спроектировать множество новых возможностей, которые еще не открыты. И, как сейчас вы слушали меня, я думаю, что немножко тоже скрипело, конечно. Но, как видите, это работает. И вот так бывает, что можно придумать алгоритмы миссии, основанные на утилизации газа. И это только одна из возможностей, которые перед вами есть. Сети второго слоя будут очень актуальной темой, потому что на пути веб-3 не хватит базовых протоколов коммуникации. Ни космос, ни шардинг, ничего не заменит. Кастомизации под конкретный пользовательский опыт, как в нашем случае, когда пользователя мы отделяем от задачи тратить газ, когда мы понимаем, что у нас задача главная запускать робота с помощью децентрализованного компьютера. И наша задача построить децентрализованную сеть провайдеров, которые бы не распались. Это комплексные задачи и довольно интересные. Соответственно, пробуйте. И кому интересно на эту тему дальше общаться, заходите на наш гитхаб, читайте бумагу и пишите. Все. Спасибо. Спасибо большое. Я предлагаю сейчас вопросы уже в личном порядке задать, потому что нас отсюда скоро начнут выгонять. У нас тут время до 10, и у нас есть еще 15 минут. Нам нужно собрать всю технику. Вот.